Строительные работы на этом объекте завершены на 90%. Коробка здания возведена, внешние отделочные работы сделаны. Коммуникационные сети, вода, свет и газ подведены. Сейчас строители трудятся внутри здания. Заключительные работы мы ведем. Отделочные работы, наружные, лагоустройство, вода, канализация, электрические сети. Все сделано у нас. Мы сейчас внутри делаем разводку, вентиляцию, отопление. Новую школу на 540 мест в Энарке строители начали еще в прошлом году. Здание трехэтажное, состоит из четырех блоков. Возводится объект в рамках нацпроекта образования, инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Министр строительства здесь выступает с заказчиком. К нами заключен контракт в прошлом году с подрядной организацией ООО «Стройгруппе Идеал». Работы ведутся согласно графику. Контрактная стоимость составляет 586 миллионов рублей. При этом уже принятых и оплаченных работ составляет 54%. Это 321 миллион рублей. Оперативное выполнение составляет намного больше. Просто из-за комплексов работ по смете контракта они пока не подаются на оплату. Но работы ведутся одновременно на всех фронтах. Актовые спортивные залы, учебные кабинеты, а также мастерские для мальчиков и девочек. Отдельные помещения для лабораторий по физике, химии и биологии. Медкабинет, просторная столовая и пищеблок. В школе постараются учесть всё для интеллектуального и физического развития ребёнка. Безопасности детей также уделят немалое внимание. Телефонизация, часификация, всё это при пожаре, как колпана открываться, закрываться, должны всё это уже слаботочные сети будут делать. По пожарной безопасности в этой школе 5 лестничных маршей. Не считая эвакуационного выхода с этого актового зала. Отдельный эвакуационный выход еще есть. Благоустроят и двор школы, для занятий спортом во дворе предусмотрят футбольные, баскетбольные поля, спортивные площадки. В здании также появятся дополнительные кабинеты для ремонта мебели и другого инвентаря школы. А затем, чтобы работы были выполнены качественно и в срок, следят представители управления капитального строительства региона. Работы выполняются строго в соответствии с проектом. Иногда бывают некоторые замечания, но они в ходе строительства устраняются. Любой материал, который заводится на строительную площадку, проходит строительный контроль, предъявляют сертификаты качества. Сейчас у них выполнение, где-то 60% выполнения, охвачено, можно сказать, весь фронт работ охвачен. У них около 70-75 рабочих на объекте каждый день. В рамках нацпроекта образования в этом году возводятся также школы в Сунже, в селениях Троицкое и Нестеровское, Верхние Очелуки. Их строительство завершат к концу года. Ввод в эксплуатацию образовательных объектов снизит очереди в учебных учреждениях. Ну а качественное и доступное образование – одна из приоритетных задач власти Ингушетии. Не раз отмечал в своей речи и глава региона Махмуд Али Калиматов. Самое главное – это радость для детей. Это радость тому, чтобы получать знания. Это ожидание для учителей, педагогов, потому что они должны иметь условия, чтобы делать свою прекрасную работу, внести знания детям. Знаете, что радует? Независимо город Назрань, город Магаз, Молгобель и село Талакова или другое село Очелуки, там строятся городные, хорошие школы. Детям хочу сказать. Новая школа заметно разгрузит две другие в селении Нарки. Одна из них, 12-я, в этом году отметила свой полувековой юбилей. В учреждении, рассчитанном на 300 мест, учатся более 700 детей. Занятия проходят в две смены. А с вводом нового объекта эта проблема решится. Острая необходимость в этих школах была и для жителей села, для наших ребятишек. И вообще для всех, наверное, это очень большая радость. И нам большое подспорье. Мы тогда сможем, школа разгрузится, разумеется. Это новый микрорайон. Мы оттуда сейчас детей подвозим в нашу школу, занимаемся подвозом. Тут транспорт у нас есть, но все равно в пошаговой доступности детям будет легче учиться, ходить. Сдать объект в эксплуатацию рабочие планируют к концу этого года. Так что после завершения зимних каникул учащиеся смогут сесть за парты, просторные, возведенные согласно всем стандартам – школы. Дана Плиева, Султан Могушков, Новости 24.